Окей, пошло. Все, добрый вечер, Борис. Добрый. Я хочу вас сегодня представить перед всей публикой, но я думаю, что говорить о том, с кем я беседую, никакого смысла нет. Все вас прекрасно знают, замечательный наш пианист. Вот, сидим сейчас и беседуем с вами. Да, вы что-то хотели немножко о своей квартире сказать, показать, где вы живете? Не, ну, квартиру поклонникам, конечно, будет очень интересно увидеть, но я думаю, что это у нас первые разговоры, я надеюсь, далеко не последние. Я пока покажу то, что я из Венгрии привез, я привез, так как тема разговора дирижерское искусство, и вообще, нахрена они нужны? Да, да, да. Ну, чем-то мы не дошли, мы еще пока делаем такую. Дирижерскую колбасу привез из Будапешта с Алями, вот смотрите, вот этим хорошо дирижировать Бетховеном, я считаю. Вот потоньше это для, для чего, ну, фантазия, для Моцарта, а вот это уже для Вагнера, смотрите, какая круто. Ой, какая потрясающая. Нет, что это не будет, наверное, вкусно, я пробовал в Будапеште, я, это потрясающе. Так что я, в отличие от вас, очень серьезно подготовился к разговору и готов к любой момент. Давайте я предлагаю так, выпьем сначала за знакомство. Да. Вот. Вы в Венгрии сейчас с концертами были или просто вас... За колбасой. Помните, а как же вас выпустили? В том, что у меня три паспорта, меня пускают куда угодно. У меня израильский, английский и русский паспорт, поэтому я могу ездить, где мне захочется. И вот пока есть концерты где-то, какие-то остались, вот, я вот так проникаю везде. Слушайте, а насчет израильского, у вас какой, Теодадзиут или у вас Даркон? Потому что это... У меня, я мало чего это понимаю, у меня папа получил паспорт, и я сел ему на хвост. Хотя технически я, как бы, не еврей. У меня мама русская, а папа еврей. Но он настолько еврей, что ему дали сразу. А, так у вас, значит, у вас просто есть Теодадзиут, то есть вы официальный гражданин израиля. Между прочим, это... Да, 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 да. Вы можете в любое время туда ездить, и это шикарно. Ну, кстати, любые граждане с русским паспортом могут туда ездить, слава богу. Ну, не сейчас, конечно, но вообще очень-очень классная страна, я очень люблю Израиль. Очень такое теплое место. Да, 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 но дело в том, что сейчас они полностью закрылись намертво и... Да, но сейчас все закрылись. Я вот успел сыграть концерт в Будапеште, два концерта Листа, без дирижера, так раз, с Академией Будапештской Оркестром. Вот, и тут же уехал. Ну, не тут же, мне, наверное, еще там было два дня, чтобы походить, ждал рейса обратно. Вот, купил все эти прелести. Да, да. Давайте сделаем приз за лучший комментарий по поводу, какой колбасой дирижировать, какому-нибудь. Ну, смотрите, раз уж вы заговорили о концерте без дирижера и уже успели отыграть в Генге. Давайте тогда прямо непосредственно подойдем к этой теме. Смотрите, в последние, вот буквально две недели назад, вы, можно сказать, совершили такой подвиг, исторический подвиг, сыграв два концерта, в каждом из которых было по три, да, фортепианных концерта без дирижера. Ну, эта традиция, играть без дирижера, она давно вообще-то известна еще с тех пор, как появился первый оркестр. Вы помните, такой был Персимфанс, первый ансамбль без дирижерта, они вроде как бы просуществовали, по-моему, года три-четыре, это еще в двадцатые годы было, да? Да, да, да. Если не ошибаюсь, по-моему, его организовал Цейтвин, скрипач, концертмейстер. И вот они долгое время играли, они долгое время выступали, имели хорошие отзывы, кстати говоря, критику хорошую. Даже где-то прочитал, что чуть ли не сам Фуртвенгер их хвалил, что вот, дескать, вот они никакие молодцы. Вот, но потом как-то все, они испарились, и у них как-то это все пошло, не знаю, похерилось это дело. Ну, пошли вот такие вот оркестры, ну, как-то играли пианисты, скажем, играли концерты Моцарта и Баха, но никак, они играли и дирижировали сами. Я, например, лично это не считаю каким-то особым достижением, потому что в этом такой производственной необходимости я не вижу. Мне кажется, это просто мешает физически. Ну, отыграть, что концерт Моцарта, ну, в паузе, вместо того, чтобы сосредоточиться о чем-то, подумать, он начинает давать там какие-то знаки. Хотя это настолько, мне кажется, там легкий аккомпанент в плане вот техническом, что и может вполне справиться вообще любой концерт. Вы же совершили, так сказать, революцию, вы вообще принципиально, ни одного знака, ни одного движения, вы вот просто вот так вот сели тупо за рояль, никуда не смотря, и отдали всем РСД-правлению, я полагаю, концерт Моцарта. Скажите, пожалуйста, вы вообще как вы к этому подошли, и вообще какова была причина, что вас к этому побудило? Я понимаю, такой, что разговор как бы не рос и так, на пустом месте, а какая-то была... Ну, да, дело в том, что я где-то лет семь начал ставить рояль в центр оркестра, я еще не думал играть без дирижера, но по одной простой причине. Мне, когда рояль стоит перед оркестром, и крышка разделяет оркестр, ты очень много не слышишь из того, что происходит в оркестре. Вот все подголоски, вся невероятная полифония, все это богатство партитуры оркестровой, оно исчезает именно из-за позиции рояля, то есть ты как бы отдельно, а оркестр отдельно. И изначально вот я решил просто ставить рояль в центр, чтобы слышать, чтобы отвечать на все эти реплики, потому что ведь это же музыкальный язык. Если маленькая фраза кларнета, да, она что-то значит, я должен на это как-то реагировать, ответить. Это не просто там, где-то кто-то сыграл далеко, его еле слышно. И мне это очень понравилось. А потом, естественно, я давно думал, чем камерная музыка отличается от симфонической, ну, собственно, ничем, только масштабом. И мне стало интересно, а в какой момент, почему оркестр не может играть так же, как, условно говоря, по тому же принципу, по которому играет квартет. Квартета нет дирижера. Вот играют, собираются музыканты, и прекрасно играют в Бородинский какой-нибудь квартет. А дальше уже зависит от качества музыкантов, и от их, и то, что они выбирают, и прочее. И мне, естественно, стало любопытно, а почему вот Моцарта и Бетховена играют без дирижера, а дальше нет, что в этом невозможного. И я придумал такую программу сразу. Концерт Брамса первый, из Травинского для Духовых. Концерт, который самый сложный вообще в плане ансамбля. Чтобы понять сразу, это возможно или нет. И еще, а вот этот концерт для Духовых, невероятно сложная ритмическая вещь. Сложнее не бывает. Это вот на уровне Бартока, Лигити, Стравинский и все такое. И попросил госоркестр специально выделить мне часовую репетицию, перед тем, как заявить о том, что мы будем делать это или нет. Просто попробовать. Вот это возможно технически. Потому что действительно никто за пределами Битховена, никто никогда не играл в туперные концерты. Никто. И когда мы попробовали, буквально через полчаса выяснилось, что это все прекрасно звучит. Что архистранты очень хорошо смотрят, слушают меня, слушают друг друга. И никаких проблем с ансамблем нет. Ну и тут, естественно, я сказал, ребят, давайте сделаем этот концерт. И вот первый концерт, который был 3 года назад, это был так раз концерт Брамса из Стравинского. И он очень удачно прошел. И тогда я решил, что зачем, собственно говоря, изменять этой замечательной традиции. И с тех пор мы играем практически весь репертуар без дирижера с огромным успехом. Вот, собственно говоря, вся история. Борис, это все замечательно. Ну, согласитесь, что в плане ансамбля, давайте вот так вот обсуждать. Играются концерты Моцарта и концерты битхов. Где, ну, как я уже говорил, солисты аккомпанируют и дирижируют сами себе. Честно говоря, это смотрится не очень эстетично, но с какой-то поздругой. Но это, да, это жутко смешно. Почему он, так сказать, размахивает руками, потом садится, начинает играть в 70%. Потому что ничего, когда руки освобождаются, он начинает играть в этом битхове. Да, типа вот Марта Аргевич, там, кто еще, вот этот Бенгар Андрошин. Да нет, ну, Моцарта и Битховена очень многие играли таким образом. Да. Да, действительно, да. Ну, согласились, что это технически не так сложно сделать. По той простой причине, что там действительно аккомпанемент настолько прозрачный. И он настолько удобно играть, что там как-то идет такая ритмическая сетка. Смена темпа не существует. Ну, небольшие. В общем-то, это несложно, даже в плане ансамбля. Но потом же, как вы понимаете, когда она же усложняется, появляется откровенно сложный аккомпанемент. Я вас перебью. Для меня это не аккомпанемент. Для меня фортепианный концерт – это симфония с роялем. Какой-нибудь второй концерт Брамса. И в этом заключена для меня главное отличие, что когда играешь так, то оркестр не воспринимает это как аккомпанемент. Потому что везде, когда всю жизнь я приезжал, неважно, в каких местах я только не играл, везде написано расписание оркестра на всех языках – аккомпанемент. И это неправильно. Скажем, третий концерт Рахмалина – ну, какой это аккомпанемент? Это симфония. Если оркестранты воспринимают это как аккомпанемент, тогда пропадает огромная часть вот этого замысла грандиозного, симфонического с роялем. А когда они понимают… То есть не то, что когда мы вместе играем, это совершенно другая история. Они играют с гораздо большей отдачей, потому что это не аккомпанемент, это совместное мизицирование. А то, что это технически возможно, я думаю, что я уже доказал, потому что вот все концерты, которые были, они прошли без каких-то… Все было идеально вместе. Мы вообще могли бы… Я всегда сокращал репетиции. Там даже были мелкие погрешности, но я не обращал на это внимания, потому что я прекрасно помню записи Фуртферглера того же и Голованова, великого дирижера, где очень много не вместе. И ничего как бы в этом нет такого. Это музыкальный процесс. Можно его донести до идеала, там еще полчаса отрепетировать, но я не вижу в этом смысла. Главное – это удовольствие от совместного мизицирования. И нету посредника, который замедляет этот процесс. Замедляет дирижер, он замедляет, потому что мы представим, что оркестр реагирует. Сначала он должен почувствовать мое рубато, потом это должно передаться оркестру. Представляете, это потеря времени какая идет. Это пять секунд. А тут напрямую ты сидишь, и ты с ними как бы это происходит вот в момент музицирования. То есть экономия огромное времени на эту передачу всего. Тех же рубато, тех же отклонений от темпа. Гораздо проще это делать таким образом, чем через дирижера. Пока он сообразит, что тебя нет. Осман, абсолютно согласен. Совместное мизицирование. То есть вы даже как бы вот эту вот мысль, что оркестр – это не соревнование, а концерт для фортикан-соркестр – это не соревнование. Это именно как совместное мизицирование. Поэтому вы сидите вместе. У меня даже такое ощущение было, что как-то, может, оркестр сблизился чуть-чуть к центру. Это так было или нет? Ну, сейчас нет из-за всех этих дистанционных проблем. Но вообще да, мы сидим ближе. Я чувствую, у меня слева виолы, виоланчели, контрабасы. Контакт с ними замечательный. Справа все скрипты. И сзади духовые, с которыми я чувствую их дыхание. Вы не представляете. Ты сидишь, и когда вот этот ансамбль выиграет, ты чувствуешь, что тому, как берет дыхание кларнет, ансамбль-то от этого только выигрывает. Это неприятно. Вот вздохнул, и ты уже знаешь, как это звучит. А если так сидишь, то его даже не видишь и не слышишь, потому что 50% звука уходит. Концерт Рахмайнова номер 4. Кто-то мне говорил, по-моему, чуть ли даже не Борис Блох, в личной беседе, что он вообще, там даже нет первой доли. Он практически все время дирижер на вторую долю, а не получается как бы синкопирующий аккомпанемент. И кто-то же должен, в конце концов, показать. Нет, ну, первая, естественно, первая скрипка. Иногда это делает в каких-то концертах, ну, Брамса, естественно, Болтон начинает. То есть они начинают. В зависимости от концерта. Но это решается буквально за 5 секунд. Ты смотришь куртитуру, ты видишь, что альты начинают, или скрипки. Вот они начинают, собственно, или духовые, или... Ну, это зависит от концерта. Естественно, они все по-разному начинаются. Поэтому... А как вы решаете проблему, преодолеваете вот расстояние большого? Я имею в виду, вот, знаете, когда... Ну, чисто физически... Да, это не трудно. Для меня это загадка, но они все прекрасно слышат. Понимаете, они начинают гораздо внимательнее относиться друг к другу. Когда, ну, вот... Никогда не было проблем с расставанием. То есть те же самые проблемы, которые на репетиции с дирижером. Просто решаются они между собой. Вот и все. Чисто конкретно. Вот прохождение репетиции без дирижера. Вот вы пришли, вот сели за фортепиано, так, поэт, метрить концерт Прахманова. Как вы договорились вообще? Кто дает и где? Вступления какие-то? Ну, скажем, чаще... Всего первая скрипка... Предположим, да, он дает. Ну, это зависит, как я уже говорил, от концерта. Где-то вообще никто не дает, потому что, скажем, второй концерт Шостаковича, там начинают глуховые. Вот они начинают, сами собираются. Ну, и поехали. Я заметил очень интересную вещь. Вот вы когда играли во втором концерте, который был в Питере, по-моему, вы играли в Чайковского второй концерта. И вы знаете, я всматривался, и очень близко показывал лица музыкантов. У меня это было очень интересно. Вот как они психологически... Понимаете, что музыканты привыкли, что ими должен кто-то в себе руководить. А тут, вы понимаете, они настолько свободно себя чувствовали. Причем там были такие вещи. У меня к вам такой вопрос. Вот взять любую партию архистрантов. Какого-нибудь духовика, полторниста, допустим, тубиста. У него как написано? Сыграет 4-5 нот, потом у него 90 тактов в паузу, потом опять он играет. Кто-то же должен всем этим процессом руководить. Или они уже настолько это все хорошо знают, и это настолько уже высокий уровень оркестры, что об этом даже и говорить как-то, и упоминать не оспешно. Знаете, меня, конечно, посчастливилось играть с очень хорошими оркестрами. Я иногда играл с очень средними, мягко говоря, средними оркестрами. Естественно, не буду. Просто уровень музыкантов. Ага. Но немножко слушается звук. Так, так, так. Подумал по простоте душевной, что у вас просто несутки соотношения с дирижером. То есть вы как бы... Маша, Маша, давай, развирай. Ну, давай посмотрим. Здравствуй, Маша. Вот по Маше, да. О чем ты играешь? Ты на фортепиано учишься? Я немножко забыл. Она у вас пианистка, да? Я могу, если мы заговорили на эту тему, рассказать очень много историй интересных. Есть такой оркестр «Диссонанс» во Франции. Так. Друговодит этим оркестром. Они играют без дирижеров все, что угодно. «Весна священная», «Брункнера симфонии». В зависимости от состава они приглашают. И им это все безумно нравится. И Давид Грималь, я с ним, кстати, встретился на фестивале в Израиле. И, естественно, задал ему вопрос. А как, вот почему ты решил играть без дирижера? Он мне рассказал такую историю. Играет он концерт «Бергер» с кирпичным. И он знает, что он вступает после соло-кларнета. А соло-кларнета он не услышал. И поэтому он, так сказать, ждет его. Дирижер останавливается и говорит, а почему вы не вступаете? Он говорит, ну, знаете, я же жду соло-кларнета. А дирижер просто его пропустил. Он плохо знал этот концерт. И тогда дирижер к нему повернулся и говорит, «Вы не играете по соло-кларнету, а вы играете по моей руке». И сделал вот такой жест. И после этого Давид сказал, все, мне хватит. Я больше не могу справиться с этим непрофессионализмом и прочее. И он основал оркестр. Значит, они изумительно играют все. В симфонии Малера, в весну священной, как я уже говорил. Прекрасно справляются. И с огромным удовольствием. Без дирижера, да? Вообще. Вообще без дирижера. Они сами собираются. Они решают какие-то проблемы. Кто-то что-то предлагает. И все замечательно. Проблема ведь не в этом. Проблема подробного типа музицирования не в оркестре. А дело в том, что весь бизнес музыкальный построен на именах. На именах дирижера. Вот в этом проблема-то. И солистов. То есть весь оркестр, вся эта роскошь. И люкс. Ну, просто подарок Господа Бога. Значит, используется, эксплуатируется дирижерами и солистами. Они не играют в камерной музыке. Они должны играть. Солисты должны играть в камерную музыку. Вообще-то всю эту систему, по идее, нужно менять вот сразу. Но этого никогда не произойдет, Игорь. Именно потому, что бизнес, наша билета, продажа билетов построена не на оркестре, а на именах дирижеров. И это началось, кстати, в Берлине с Караяна. И вы это знаете наверняка. Караян первый применил технику пиара классической музыки, которую делали популярные артисты, которые им подходят. Но она не подходит классической музыке. И сейчас госоркестр, например, или любой оркестр обязан приглашать дирижеров с именем, потому что иначе они не продадут билеты. Вот и все. Вся история. Поэтому никогда ничего не изменится. Все будет так, как есть. А я просто для себя решил, что я уже достаточно заработал денег, мне уже ничего не надо. Я просто буду получать удовольствие от того, что я делаю. И вот и все. А то, что эта система будет продолжаться так дальше, в этом нет никакого сомнения. Значит, есть такое выражение во Франции, вишенка на торте, который, кстати, и на вишенке тоже. Вот для меня дирижер – это вишенка на торте. 95% – это торт, это оркестр, который может сам прекрасно сделать основную работу. Сыграть вместе, с удовольствием и хорошо. Дирижер – это интерпретатор, безусловно. Но тогда объясните мне, он же должен управлять оркестром. Они должны на него смотреть. Они на него не смотрят. Не смотрят. Я сколько раз обращал внимание. Есть же репетиции. Он делает свой трактор. На этих репетициях недостаточно времени. Это репетиция, извините, два часа на симфонию, которая идет полтора часа. Но это не репетиция. Секундочку. Ну, когда идет речь о штатных оркестрах, где существует штатный дирижер, родной, который готовит программу, который… Штатный дирижер абсолютно в таких же условиях. Он готовит, у него есть два часа или три часа, чтобы приготовить программу. На это туда же входят солисты, кто там еще участвует в концерте. Не важно. Все-таки он делает свою трактовку или не делает? Как вот на вас гляд? Для чего он… Ну, знаете, трактовку он, может быть, и делает, но приглашенный-то дирижер, он должен импровизировать, он должен показывать какой-то… Они должны идти за ним, правильно? А для этого они должны на него смотреть, они не смотрят. Это значит, что это полная профанация. Я согласен, что гораздо лучше, если есть замечательный дирижер, и он ведет за собой оркестр, да, это будет еще лучше, это будет еще интереснее. Но таких случаев практически нет. Это все чистейшая профанация. Просто… Поэтому я где-то сказал, что мой любимый дирижер – Ельцин. Скажем, когда слушаешь, как Голованов дирижер, да, ты понимаешь, зачем он нужен, потому что он ведет, он ускоряет, он замедляет, он делает сумасшедшие вещи. Он играет на оркестре, как на рояле. Вот в этом смысл. А когда просто человек стоит, отмахивает судно, в этом нет никакого смысла, абсолютно. То есть вы считаете, что функция вот этих вот гастролеров-дирижеров, она как бы полностью дирижер, она не нужна, она становится личной. Это просто показушка. Ну, это продажа билетов, да, все нуждаются. Но об этом многие уже писали, не я первый, есть Норман Лебряхт, который описывал, вы знаете. Есть очень много людей, которые, в конце концов, есть же уже много оркестров, которые играют без дирижера. Но это к бизнесу не имеет отношения, потому что бизнес, он все равно будет оставаться в этом своем, как бы, замкнутом кругу, порочном, абсолютно. Потому что как они, эти дирижеры, добиваются этой власти, это я даже не буду об этом говорить. Это будет грязь просто какая-то. Но, в принципе, это вот такой мир. Прекрасный, впрочем. Смотрите, если у них такие огромные гонорары, как вы в каком-то индинике рассказывали. О, чудовищные. Они получают, там, не знаю, в пять раз больше солистов, а солист получает в сотни раз больше оркестрантов. Это чудовищная система, чудовищная. Это эксплуатация, вот, просто, ну, я не знаю, рабство какое-то. Я когда наблюдаю за многими дирижерами, и, кстати, есть у меня очень такие, даже которых я люблю и уважаю, вот, например, Василия Петренко. Понимаете, я даже как-то физически чувствую, как тот оркестр поднимается. Вот он, допустим, играл шестовую симфонию Чайковского, патетического. Я почти чувствую какой-то. Я не знаю, от чего это идет. Либо это вот какая-то общая энергетика, либо это его вот и аура, так сказать, его вот дирижирование. Ну да, нет, это нормально. У всех есть свои любимчики, у вас есть, у меня есть свои среди дирижеров тоже. Дело же не в этом. Мы говорим о системе, которая абсолютно порочна, абсолютно, на сто процентов порочна. Понимаете, я считаю, что оркестры, во-первых, они не играют, никогда не выходят за рамки обслуживания солистов и дирижеров. Вот что дирижер скажет, а вы солист. Почему они не играют гобойные концерты для Валторны, для Афы? Какой огромный и потрясающий репертуар. Сколько композиторов написала прекрасную музыку. Никогда не исполняется, никогда. Почему? Ну, потому что все на именах построены, Игорь. Не продадут билеты. Им нужно лан-лан, условно говоря, и все. А кто известен как бобоист? Да никто. Или флейтист. Был один Джеймс Галвей, по-моему, из таких раскрученных. А музыка-то прекрасный. Клорнетовый концерт, когда исполнялся в последний раз. А это все должно быть частью оркестрового диеты. Они должны играть эти для контрабаса концерты, они должны играть для арта. Может быть, не целиком, какую-то часть. Но это для ансамблевой игры, для оркестра просто потрясающе. Это совершенно другое дело. А что они делают? Они обслуживают звездных дирижеров, солистов и все. То есть, в основном, пианисты, скрипачи играют. Да, и чуть-чуть велончинистов. Чуть-чуть. Но, между прочим, справедливости радио. Вот я тут недавно взглянул на сайт Берлинской филармонии. Сейчас у них есть своя страница в интернете. Платная. Я посмотрел, у них вот как раз есть то, о чем вы говорите. У них есть архив записи концерта. Единственное, о чем они говорят. Но, тем не менее, у них это как-то было, пропагандировалось. Ну, Берлинская филармония, они более свободные. Они, как оркестранты, во-первых, они выбирают дирижеров. Это единственный оркестр, который голосует. Нигде в мире такого нет. И всегда назначает администрация дирижеров. Но, в принципе, если бы я бы организовывал сезон филармонического оркестра, я бы, безусловно, туда включал солистов, чтобы они чаще играли. Потрясающие музыканты. Они иногда музыку знают лучше, чем я. Я когда говорю с габаистом или с кларнетистом. Это потрясающие музыканты. Но из-за того, что они играют на инструментах, которые... Ну, и все, и их нет. Они просто обслуживают, извините, вытирают задницу дирижерам и солистам. Вот так, если сказать. Вместо того, чтобы вся эта мощь, вся красота, все разнообразие, репута, а к чему это все сводится, к одним и тем же, ну, что там... Там же все... Замкнутый круг. Все симфонии Бетховена, концерты Рахманина, ну и так далее. Но вы знаете. В общем, однообразие, скука и тоска. Окей. Давайте вот чего коснемся еще. Взаимоотношения с дирижерами солистов. Вот конкретно на вашем примере. Что вы чувствовали, когда раньше играли с дирижерами? Какой вы испытывали дискомфорт или наоборот? Что вас устраивало? Знаете, я скажу, что музыка – это огромное удовольствие. Они портят настроение чудовища. Они вот своими какими-то идиотскими, часто идиотскими замечаниями, тоном, с которым они разговаривают, они просто убивают всю охоту играть. Мы недавно играли в второй концерт Брамса с дирижером. Все было прекрасно. Вы знаете, проходит две части, ни одного замечания. Мы играем, все замечательно. Действительно, очень хорошо, все интересное. Вдруг, что ему там сбило в голову, он начал прибираться. Вибрато не то, крещендо не то, диминендо, что вы тут делаете? И вся атмосфера, вся атмосфера музицирования пропадает. Наступает леденящая, чудовищная тишина. Потому что сказать ничего невозможно. Это главный дирижер. Если скажешь, ты потеряешь работу. И в результате какое желание играть музыку? Если тебе... Почему? Почему? Ему кажется, что здесь слишком много вибрато. А другому дирижеру в этом же месте будет казаться, что мало вибрато. И он также будет говорить, что... Знаете, остановить вот это, то, что я ненавижу, когда они палочки. Сделайте здесь больше рубата. А следующий придет, скажет, ну что вы тут делаете? Меньше здесь нужно рубата. Вы что вообще? И все. И какое удовольствие? А на самом деле, кому какое дело? Если люди играют с удовольствием, это уже 90% успеха. Если при этом есть дирижер, которого они любят, тогда это 100%. Но таких случаев один из тысячи, понимаете? Остальное это все вот это какой-то бред. Полный бред. Почему он хочет чуть больше портата? А еще вот это меня убивает. Потому что вдруг начинает работать над одним тактом. Работает, работает, здесь не так. Здесь вот здесь это так. Достает так, что уже просто ты сидишь... Ну, я же тоже садюсь. Я не могу ничего там особенного тоже сказать. Но сижу, терплю. Потом проходит этот такт, а дальше все... Подряд все идет. Ну, если ты так работаешь, твою мать. Так продолжай уже второй такт так делать. Третий, четвертый, пятый, шестой. Что вообще? Что тебе надо? Понимаете? Ну, в общем, тут очень много проблем. Очень. Тогда скажите, как у людей? А как к этому относятся сами оркестранты? По-другому вопросу. Взаимоотношение оркестрантов... Точнее так. Отношение оркестрантов к дирижеру. Очень разное. Обычно новый дирижер, они его любят. Такой медовый месяц. Потом происходит какой-то... Такой период. Этот медовый месяц заканчивается. Они начинают скучать. Да. И как-то вся страсть пропадает. Но, в принципе, в идеале, в идеале, которого никогда не будет, оркестранты сами должны решать, с кем им играть, с кем им приятно работать. Тогда это будет совершенно другой результат. Абсолютно другой результат. Тогда действительно это имеет смысл. А так просто вот приехал там... Ну, тот же Зубин Мэттен. Он вышел, извините, он смотрит только на грудь скрипачек. Все. Его вообще больше ничего не интересует. Он вышел там, все посмотрел и ушел. Получил 50 тысяч долларов за 100 тысяч долларов. Ну, ну... Ощущается вот такой вот диктат? Это даже не диктат. Это... Как сказать? Диктат нет. Потому что на Западе уже так не принято. Все равно это должен быть вежливым. Здесь еще можно кричать. Но, собственно, Чилибедаки орал на оркестрантов так, что там есть записи репетиции, где он просто выходит из себя. Караян тоже был такой диктатор. Бернстайн, наоборот, он был такой очаровательный. Его все, наверное, и поэтому очень любили. И он был безумно популярен. Он такой все время улыбался. И делал все так очень приятно. Но это зависит от дирижера. Но какой-то диктат все равно есть. Я еще знаю, о чем подумал. Вот смотрите. Вот взаимоотношения оркестрантов и дирижера, которые существуют годами, десятилетиями, веками. То есть оркестранты уже к этому привыкают, к своему положению, к психологическому. У них нет вот такого, как вы говорите, понятие или желание музыцировать. Они привыкли подчиняться. Потом вдруг дирижера нет. И они остаются словно без костылей, без подмоги. Я не знаю, есть какая-то у них такая переход или ломка? Никакой ломки. Они с удовольствием играют и прекрасно играют. Это же потрясающие профессионалы. Я говорю, что это не проблема движения, это проблема системы, которая сейчас существует. Совершенно непонятная, дурацкая система. И концертных программ, и выборов дирижеров, и всего-всего-всего. Очень большая проблема, которая не изменится, к сожалению. Считайте, а противостояние, допустим, тех же солистов будет осуществляться против этой системы или нет? По той простой причине, что солистам надо... Нет, конечно. Я даже более чем уверен, что они поддержат. Потому что, смотрите, они могут даже внутренне согласиться с вами, но они никогда вас не поддержат, потому что... Кто же захочет отказываться от концертов, от своего заработка? Вы, допустим, можете такого позволить. Вы уже достигли такого уровня. И сами предлагать оркестру. Вы можете вообще без оркестров существовать на свои только стольные годы. Да, да, да. Это правда, что никто сейчас не может себе это позволить, эту роскошь. Потому что от дирижеров очень много зависит. Больше того, когда я начинал карьеру, конечно, мне говорили, что самое главное, Боря, это иметь хорошее отношение с дирижером. Ну, конечно. Потому что он тебя будет приглашать, он будет тебе делать карьеру. Он будет карьеру. Да, ну, извините, это как это называется? Из-за... Дальше... Тему вообще непосредственно разговора с самими дирижерами. Кто-то к вам наверняка подходил, о чем-то спрашивал, говорил, Боря, ты вообще... Ты у нас хляб отбираешь. Ты сук подрубаешь, на котором сидишь. И вообще что ты делаешь? Ты типа взбор? Это с одной стороны. Но проблема же еще на этом не заканчивается. Проблема в том, готовы ли оркестранты взять на себя эту ответственность. Играть бездирижером, потому что это означает больше репетиции, это означает больше ответственность. Гораздо легче взять приглашенного звезду, продать билеты публике, все равно довольны. 95% публики им все равно. Они пришли, послушали и довольны уходим. И действительно они довольны. Вот поэтому это очень большой вопрос. Согласны ли оркестрам? Согласны ли оркестрам? Во-вторых, смогут ли они выдержать после 70 лет караиновской легенды, то, что Норман Лебряхт писал, это миф о дирижерах, могут ли они изменить? Потому что публика покупает билеты, что в Маспе, что в Берлине, что на имена. Санкт-Петербург покупает, да? А компоненты покупает, все уже. Да, да. Там обязательно должно быть звездное имя. На это они покупают. Значит, если избавиться от этого, кто придет? Вот и очень много вопросов. Очень. На который, к сожалению, ответ будет, я так думаю, что ничего не изменится, все так и будет. Но просто неплохо знать, что оркестр может прекрасно справляться и без. Что, собственно говоря, и доказало вот эти два ваши выступления. Вы знаете, я с огромным удовольствием, я даже не так, нет, и играли бы прекрасно, я даже чувствовал именно по лицам музыкантов, что вот они имеют какую-то внутреннюю свободу. Вы понимаете, вот они как-то, вот они настолько, можно сказать, даже получают кайф от этого музыцирования, никто ими. Ну, условно говоря, конечно, это музыцирование намного приятнее, чем кто-то, простите, мозг ебет. Можно так сказать, да? По-немецки. Да, 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 да. Скажите, пожалуйста, а у нас конкретно дирижеры вообще обижаются за это? Вот если чисто в приватном, вот за все вот эти ваши позиции, ведь вы же об этом уже сейчас открыто говорите, вот что вы будете играть один, что вы не хотите дирижеры.